Всем привет, друзья! С вами Елена. Готовим сегодня картофельные зразы с грибами и картофелем. Какая же это вкуснота! Замечательный соус с кинзой. Это что-то, друзья! Советую приготовить именно по нашему рецепту. Секрет в том, что каждый раз у меня зразы получаются все вкуснее и вкуснее. Посмотрите, какие они аппетитные! Готовятся просто и улетают, как горячие пирожки. Смотрим и готовим вместе. Картофель закипел. Понижаю градус фарки, подсаливаю его и варю до полной готовности. В сковородку наливаю 1-2 столовые ложки растительного масла. Выкладываю фарш. У нас фарш домашний, смешанный свинина и говядина. Обжариваю его на высокой температуре. Лук нарезаю мелко для обжарки. Минут 10 у нас обжаривался фарш. Вода вся испарилась и он такой стал беленьким, светлым. Выкладываю лук. Все обжариваю на высокой температуре, чтобы быстрее испарялась вода. Лук обжариваю до прозрачности. Грибочки нарезаю средними размерами. Взяла шампиньоны. В принципе, можно использовать любые, которые не нуждаются в дополнительном отваривании. Вешенки подойдут, быстро приготовляемые белые грибы, маслята, какие у вас есть. Я так думаю, что шампиньоны самые распространенные грибы. Нарезаю. Взяла 250 грамм. Не забываем, помешиваем фарш. Если у вас такой более постный, подлипает, то можно немного маслица подлить. У нас как бы нормально все. Выкладываю грибы. Перемешиваю. Добавляю соль, чтобы они побыстрее дали влагу. Быстро приготовились. Плиты у всех разные. У меня 7 минут отдавали свой сок грибы. Я смотрю, что жидкости нет. Перчу. Больше никакие специи не буду добавлять, чтобы не перебить аромат грибов. Убавляю градус варки. На единичку ставлю. Минутки 3-4 подержу его под крышечкой. А мы сейчас с вами посмотрим, как картофель. Накалывается ножом. Он у нас полностью готов. Сливаю его. И подержу под крышечкой минутки 3, чтобы дошел. Начинка у нас готова. Я ее остужаю. Вот посмотрите. Она у нас не сухая. И в то же время жидкости у нас нет никакой. То есть она у нас не течет. Хорошая. Попробуйте обязательно, чтобы хватало соли и перца. Очень вкусная у нас начинка. А мы с вами берем картофель и его толкем. Картофель разминаем как следует, чтобы у нас не было никаких комочков. Добавляю растительное масло. Пару столовых ложек. Одно яйцо. И добавляю специи, чтобы у нас картофель не был постным таким, чтобы имел вкус. Мускатный орех и смесь перцев. Смотрите, если не нашли мускатный орех, можно добавить кориандр. Посыпаю. Ингредиенты точные смотрите под видео. Еще раз перемешиваю как следует. За два приема просеиваю муку. Перемешиваю. Дам постоять минут 15-20, чтобы мука дала клейковину, чтобы у нас наши зразы хорошо склеивались. Перед тем, как готовить зразы, руки нужно смочить водой. Взять небольшое количество картофеля, нанести на ладошку. Сформировать лепешечку. Кладем начинку. И залепляем. Картошка хорошо склеивается. Если подлипает, значит можно еще ручки еще разок смочить. Вот так вот. Такая зразинка у нас получилась. Выкладываю на сковородку. Обжариваем на средней температуре до золотистой корочки. Зразы подрумянились. Переворачиваю их на обратную сторону и обжариваю до золотистого цвета. А мы с вами сейчас приготовим обалденный соус к нашим зразам. В сметану добавляю пару зубчиков чеснока. Выкладываю свою любимую зелень. Здесь кинза, петрушка, укроп. Вот такие мои специи ароматные. Добавляю соль. Делаю это по вкусу. Перемешиваю. Соус у нас готов. Да и зразы тоже уже готовы. Понравился рецепт? Поднимай палец вверх и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Приятного аппетита! До свидания!